Чуть-чуть подальше, чтобы это не сильно близко. Ну как? Чтобы как-то коленки захватило, что ли? Вот так, чтобы коленки захватило. А вот она кшевала, кушечка. Чутка. Ладно, кучу. Алло, привет, друзья. Привет из Непала. Пакхара за моей спиной внизу, там, мы на горе Митланг сидим. Ну, вы знаете, вот у меня очень много времени для размышления есть, да? Сейчас. Непал, вершина мира, Гималая. Вот. И почему-то тянет к истории. Почему-то вот это наше индоевропейское, так сказать, прошлое, нам говорят, что это язык у нас индоевропейский. Малчивая о том, что ледничок сошел не совсем давно, и культура в Индии зародилась, а язык пришел оттуда, как бы, в Европу вместе с этими кроманьольцами. Вот. И, исходя из этого, хочу докопаться до корней. Что происходит? То есть процессы, которые происходят в современном мире, политические, прежде всего, да, религиозные, например, вот возраст уже позволяет, хочется просто-напросто вникнуть в глобальную, как, на чем держится, на каких иллюзиях держится этот мир, и как глубоко эти иллюзии, и как давно они начали зарождаться. Вот. И по мере того, как общаюсь с людьми, читаю историю различных источников, там, ветхие заветы, индийские какие-то вещи, вот, ирландские, разные саги, форсайты разные. То есть вся эта информация складывается в одно большое знание, которое говорит о том, что мир зародился из одного источника. У нас одна большая общая культура. То есть какие-то раздельности в мировое ощущение были связаны только с климатом, то есть изменение климата. Вот. Начало тепло, тепло становиться в Европе. Народ потянулся туда, там, где там жарче становилось, а здесь уже более благоприятно. И потянулся в Европу. Пришли в Европу ледники опять пришли через несколько тысячелетий, все за... связь оборвалась. Те люди, которые остались в Европе, по той стороне, ирландцы, вот эти всенародности приморские, они обрусели. Потом ледники снова начали отходить. И тогда люди опять начали ходить. Ну, как сейчас мы. Все на курорты любим ездить, на теплом солнышке погреться, там, где-то по это самое. Тогда люди жили так же. Ничем ничего не отличалось. Почему мы их считаем примитивными? Среди них, что, не было умных людей? Или они были, вот, все эти тысячелетия сплошными обезьянами? Не думаю. Они так же общались между собой. У них такие же понятия были семейные. И они нормально, и высокие темы разбирали. если взять йогу, да? Вот. И вся эта история, это сплошное, это самое, мы единое целое. И те процессы, которые мы сейчас описываем одними словами, революции, коммунистические какие-то, демократии, все. Это все было уже в те далекие времена. Только называлось по-другому, и люди относились друг к другу более, будем говорить, человечным. А человечные они относились, почему? Потому что жили по понятиям нормально. Каждая семья, ну, можно сказать, что их было мало. Окей, земли всем хватало. Но никто не знал, что такое война. До момента, когда начали появляться торговые взаимоотношения. То есть появились деньги, и обмен перешел в плоскость зарождения новой группы людей, торговцев. Они, естественно, работали, у одних покупали, другим продавали, ходили везде. любили делать шелковые пути из Индии, там, в Европу, в Средиземноморье. Вот. И пожалуйста мне там что-то попить. Желательно венчика. Вот. И таким образом торговля как бы ускорила жизнь людей, которые жили размеренно и спокойно. каждый знал свое место и занимался своим делом. То есть тысячелетиями отлаженная система нормального покоя и жизни. Ну, торговля все это убыстрила и начала требовать использования чьей-то силы, расти, чтобы появилась корость. Начинает зарождаться такое понятие как богатство. Раньше бог богатство. Бог это новое нововведение. нюэйджи. И эта корость, эта торговля начала качать свои права. Люди стали делиться на бедных и богатых. Но, было такое Но в этом обществе торговых людей считали одну из самых низших каст семей. Ньюэйч зародились, но это как новая секта. Никто не знает, никто не считается. Называют сектой. Только укрупнились, называются религии. Так и у нас. Ну, не уважали достойным образом. Считали их поведение недостойным. Корость считалась низкой. Такие идеалы были. Рай земной, как Библия пишется. Был рай земной. То есть люди не знали понятия греха и добра и зла. Они жили в гармонии. И вот все это начинается рушиться, когда... Эта гармония начинает рушиться, когда люди начинают покупать себе благополучие и выдумывать статус. То есть они выдумывают новые идеалы. Идеалы корости. И мир становится таким, каким мы его знаем сейчас. То есть тот шабашный, бесшабашный, дурной мир, в котором люди постоянно озабочены о деньгах. То есть организация прошлого предполагала, что голод уже перестал быть каким-то бедствием. Воспринималось все нормально и естественно. То есть люди уже дружили с природой. Сельское хозяйство и скотоводство давали людям все, еду, все, что им нужно. То есть и тут появляется вот дефицит. То есть появляется очень богатое и появляется беднота. То есть это сначала измерялось количество земли захваченной. То есть они начали покупать землю. А если покупать, значит приходят к власти и с ее помощью строят империю. Это продолжается до сих пор, этот процесс. Пережили мы как бы рабовладельческий строй, как нам говорят, прогрессивный. Представляете, прогресс. Набрать, пойти рабов, и они у тебя работают. Прогресс налицо. К чему прогресс? Ну, идеалы, наверное, должны быть божественно высоки. Это богатство. Человек должен быть счастливым от того, что у него это самое. Есть такая игра, в которой он должен быть самым богатым. А это значит самым властелином мира. И вот как все началось, и сейчас захватив в очередной раз власть, это называется либерализация сейчас. Раньше было, назывался ренессанс. Они таким образом привласти. То есть, используя современные технологии, они рекламой занимаются просто скупая средства массовой информации. Четвертая власть. Это власть еврейская. Та, которая куда по системе национальной взаимопомощи, они просто подтягивают свои. У них есть свой внутренний мир, своя община внутри. Ну, можно назвать это мафия. В русском варианте это система воров в законе. То есть, это вот сообщество внутри государства. То же самое. Или ФСБ. Получается, что теперь оккупация из плоскости духовной перешла еще в материальную. Уже гибридная оккупация. Раньше была колонизация с помощью денег, сейчас колонизация с помощью идей. То есть, уже высшая категория. И вот мы стоим сейчас перед выбором, как нам жить. Где нам жить? В той системе, которая предполагает высшее счастье для нас, бедноты. Это мещанский свой уголок, домик, машинка своя, кредит свой на всю жизнь, на 50 лет. С постоянным, в мире постоянной экономией, но видимого внешнего плоскости, какого-то. Когда люди перестают ходить друг к другу в гости. Когда они просто-напросто забиваются в свои домики. И даже соседи не разговаривают. То есть, не имеют никаких отношений. Это вот такая вот форма, когда рушатся, будем говорить, кастовые взаимоотношения. И делается две касты. Каста капиталиста и каста рабочего класса. То есть, одни становятся богатыми, все богаче, глобализмные, все беднее. И все, касты вы существуете. Только каста бедных народов. Где Маха? Вы сила. Ребята, ништяк. Мы топим за вас. Вы титаны, поддерживающие небо, на котором живут боги. Вы молодцы. Иногда вы, иногда, обрыкаетесь. Но мы вам не дадим. Вы всегда будете лохами. Hello, привет. Сметлана. И вот стоишь перед выбором между двойным миром дуализма добра и зла и перед тем возможностью просто расслабиться на старых добрых территориях Индии, Непала, где люди живут тысячелетиями без изменений. Нет никаких революций, не было никаких революций. Все передается с поколения в поколение. И здесь порядок, их порядок. Нормальный порядок человеческий. Сюда проникают технологии наших торговых товарищей. Костыли, камеры. У всех есть эти, как они, компьютеры или, как они, планшеты разные. Вот. И вот они, оставаясь в своем мире, пользуются технологиями наших очень шустрых товарищей торговых. Из торговой касты. Спасибо им, что они существуют. То есть, прекрасное взаимодействие старого и нового. Новое просто поглощается. Без, как бы, отступления от своих законов. Вот представьте себе, что вы строите дом. Это просто пример. Западный стиль. Взять кредит, построить, отдать. Ну и потом думать о том, как его это отдавать. Восточности понемножку. Приготовились. Посмотрели. Самое, что жизневажно, необходимое. Потому что ездим по дорогам, по этим, да? Надо сделать. Сделали кусочек дороги. Остальной кусочек не берут кредитов. Потом сделают. Будет деньги. Работаем над этим. Ну и сделаем. И вот так потихоньку все это продолжается. Конечно, хорошо ездить по немецким дорогам на автах, которых подъем вот такой вот 10-сантиметровый. Ровненько все. Ну бог с ним. Разве можно променять вот эти дороги, ровнюткие, в которых ездишь, наслаждаешься, а потом забиваешься в свой угол перед телевизором или это самое, пум-пум, вечером никого. И поменять это все на дорогу, которая идет, бруковочка, проедешь, едешь ровненько, а потом дашь это, проехал, доехал. Но зато ты знаешь, что твой сосед, это твой сосед. Ты к нему захочешь, можешь пойти, если захочешь, без проблем. И не чувствовать себя, как бы, прежде всего, не чувствовать себя должным кредитом. Должным, всегда должен, кому-то должен, кому-то должен. Христос грехи свои все, ой, эти долги свои все раздал, раздал. Вот такой пацан, молодец. Вот, живя здесь, хочется раздать свои долги. Это здорово. Покатка, привет. Все золотое. И хотел он поверить о пиктурах и бронинах, он даже с бурой разговаривал. Как там у тебя, дунец? Давай, давай, приходи. Вот они здесь перекрикаются, как соседи нормальные, через горку. А попробуй где-то там, на западе, в Европе этой, прилиженной, крикни-то, на тебя посмотрят, как на дурака. Хотя свободное слово, просто-напросто. Хотя, с другой стороны, там тоже есть, там тоже здорово, люди, на людях. Миштяк. Ну все, пока-пока, вечером. Слышите, эти, как они, бру-ру-ру-ру-ру, поют. Это такие кузнечки, да, такие, 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 не зеленые, такие. Ночью попадет такой, и ползает по тебе, такое огромное чудовище. В темноте начинаешь его сбивать. Ну и что? Хочется же его не повредить, а спросу, Соня, попробуй. Так он всю семью переползает, а утром рассказывает, что на тебе ползаю. Да, и на мне ползаю. Вот так вот они поют и нас развлекают. На этой горе Миклан. Непал Покхара. Приглашаем. Всех, кто любит свободу. Воля. Наша 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 воля. Продолжение следует...